Такой вопрос, вот анальный секс, он может провоцировать? Не-не, давайте Нас забанят за эти слова Ну, самое основное для того, чтобы трещина заживала и не возникала Это, естественно, мягкий стул То есть, обычно, когда спрашивают человек, есть ли запор Он говорит, запора нет Потому что под запором человек обычно подразумевает, что там Не ходишь в туалет неделю Запор может быть и при ежедневном стуле То есть, это просто плотный стул, который крупный и травмирует Поэтому, то есть, трещина сама по себе – это линейный дефект слизистой Который происходит из-за механического воздействия То есть, из-за плотного стула То есть, слизистая надрывается И над этой слизистой происходит спазм сфинктера Потому что мышца больна, она сжимается, происходит спазм И при последующих актах дефекации механизм боли, он как бы порочным кругом связан Это трещина, которая есть Прохождение каловых масс именно по ране, по голой И то, что есть спазм, то есть, сфинктер не полностью расслабляется Анальное отверстие сужено, и из-за этого тоже больно И питание, да, может на это повлиять? Да, в основном питание, потому что в нынешних реалиях недостаточно клетчатки То есть, основа стула – это клетчатка И клетчатки мы сейчас потребляем меньше Потому что много булочек различных, газировок Овощей сейчас мало кто употребляет И, соответственно, можно просто добавлять в рацион клетчатку тот же псиллиум Который, в принципе, практически безвреден, и его можно всем То есть, основной метод лечения – это нормализация стула? Нормализация стула – это, то есть, нам в первую очередь надо наладить стул Во вторую очередь нам надо заживить тот дефект слизистый, который есть И расслабить сфинктер, который спазмирован Какие-то лекарства нужно принимать в период лечения? Лекарственная терапия, то есть, в целом, она облегчает протекание данного заболевания Буквально там за несколько дней она у вас затянется Если никаких осложнений нет, и вы вовремя пришли к врачу После завершения лечения, когда все уже нормализовалось, риск повторного появления трещины высокий? Такой же, как и был до этого То есть, будет плотный стул, будет трещина Будет все нормально, трещины не будет Поэтому даже оперативное лечение, которое при хронических трещинах является прямым показанием к оперативному лечению Не дает гарантии, что после заживления не будет рецидива То есть, рецидив будет не из-за того, что что-то плохо соперировано и что-то не убрано А из-за того, что опять-таки плотный стул, механическая травматизация и все по кругу Анальный секс может спровоцировать появление трещины? Да, любое механическое воздействие Потому что, конечно, прямая кишка не создана для того, чтобы туда что-то входило Но об этом мы поговорим чуть позже Да, я думаю, для этого мы отдельный подкаст соберем И вот там реально надо собирать подкаст, потому что прям дискуссии будут Я расскажу про хлеопатру То есть, в принципе, анальный секс может явиться таким? Если к трещине изначально привел анальный секс, то тогда, конечно, да То есть, пока идет период заживления, этого надо будет избегать И, соответственно, потом уже я вам расскажу, как правильно, что делать, чтобы такого не возникало Если вы уж так любите заниматься Так, объем употребляемой жидкости как-то влияет на это? Как говорят все гастроэнтерологи, то есть, пить нужно во время еды Чтобы эта еда усваивалась вместе с пищей То есть, это должны быть супы какие-то, чтобы одновременно было поступление пищи и воды Потому что, если воду мы пьем до или после, она просто всасывается и выводится нашей мочевой системой Какой риск возникновения трещин у беременных? У беременных, по сравнению с геморроем, риски намного меньше Потому что все-таки проблема беременных – это больше геморрой Но у них также часто бывает плотный стул и, соответственно, то же самое возникновение трещин Если, допустим, пациент поздно обратился к врачу, как еще можно помочь ему? Часто, когда пациент поздно обращается к врачу То есть, помимо боли и выделения крови во время стула Его часто беспокоят наличие какого-то уплотнения То есть, часто приходят пациенты и говорят «Доктор, у меня, наверное, геморрой» По факту это не геморрой Это, так сказать, сторожевые бугорки анальной трещины Которые указывают на саму анальную трещину То есть, это на противоположном полюсе анального канала Располагается такое кожное образование, которое говорит о том, что есть трещина Эта трещина дает симптомы И чаще всего, если эта трещина хроническая и приносит дискомфорт Там уже сформирован рубец И нет того тонуса анального канала, который нужен И, соответственно, это приносит и боли, дискомфорт, и выделение крови И тогда это только показания кооперативного вмешательства Чем может осложниться анальная трещина? К чему может привести? Ну, может развиться повышенный тонус, то есть, спазм анального кольца То есть, с каждым разом все более болезненный будет поход в туалет Может осложниться парапрактитом То есть, возникнуть инфекция Присоединится бактериальная флора Потому что область нестерильная Может присоединиться туда бактериальная флора Это все может нагноиться И, соответственно, в области зубчатой линии, где есть анальные железы Там инфекция застаивается И после этого она, соответственно, может выходить в параректальную клетчатку Формируя при этом парапрактит Который может осложниться абсцессом То есть, выйти через ягодицу Это острый парапрактит А после этого сформироваться свищ То есть, сообщение кожи с прямой кишкой сквозной Это уже хронический парапрактит И там уже, соответственно, другие объемы операции И это лечится только оперативным путем Субтитры создавал DimaTorzok